Дорогие мои, всем привет! Я вам сегодня покажу бесконечно красивые орхидеи. Но это как на мой вкус. Но я знаю, что наши с вами предпочтения, энергетика совпадают. Поэтому я думаю, вам эта орхидея понравится. Девчонки, вы знаете, когда я её купила, я её берегу как зеницу ока. Эта орхидея у меня находится в коллекции около 4 лет. Может быть, чуть-чуть поменьше название этой орхидеи. Сейчас я вам покажу. Вот такое. Не хочу произносить. Оранжево-пурпурное. Да. А вот первое слово. Пожалуйста, делайте стоп-кадр и забивайте в поисковик. Вы посмотрите, как выглядит эта орхидея. Но я вам сегодня покажу, как она выглядит. Она начинает цвести. Смотрите, что случилось. Хочу рассказать вначале полезность, а потом покажу, как она цветёт. Вот вы видите сейчас заправленная верхняя часть корней. Это те корни, которые гуляли в пространстве. Внутри вот этого внешнего горшочка находится внутренний горшочек. Вот он виден. Горшок объёмом, не ругайте меня, 0,6 литра. Двойной. В этом горшке замечательно выглядит корневая система. Но так как орхидея приросла большим количеством верхних корней воздушных, я их сейчас поместила в больший диаметр, в больший объём. Она стояла у меня, сейчас я вам покажу, в таком кашпо, смешном, утяжелённым камушками в нижнем уровне. Вот они камушки, сейчас туда я их пересыпала, декоративные. И потом этот 0,6 горшок стоял вот на этих камнях. Два раза летела с интервалом в три дня. Всё, всё. Моё терпение закончилось. Стоит она у меня, сейчас я вам покажу, где. Вот здесь. Вот. Два раза летела. Конечно, я понимаю, её реально перевешивают листики. Она вот сюда падает. В результате падения мы потеряли один бутон. Вот такая наземная часть. Смотрите, вот тут два листа она сбросила. То ли это вот плотное пробитие корнями листьев, то ли что. Ну вот прям, смотрите, нижние листочки сохранены, а два вот отсюда листа она скинула. Ладно. Так, вот сейчас я взяла горшок, поставила. Её горшок с посадкой поставила на декоративные камушки. Заправила воздушные корни. Их немало. Кстати, вот сколько могла, столько заправила. Увлажнив предварительно. Как бы разместила между стенок двух горшков. Вот, видите. Я так делаю. Прибегаю к этому методу. Не часто, но прибегаю. Именно в момент цветения растений. Чтобы не менять кардинально для корневой системы, для орхидеи что-либо. Я вот так иногда поступаю. И, кстати, это бывает очень оправданным, я вам могу сказать. Вот такой вот горшок. Дальше заправив корни. Я немножко наверх на эти корешочки присыпала коры. Буквально две горшочки кора от Светланы Целиковой, средней фракции. Такая влагоёмкая, хорошая. И на эту кору, я вот буквально чуть-чуть, видите, она вот даже практически не просыпалась. Она вот находится в верхнем уровне посадки. Где-то чуть-чуть вот она есть, вот опустилась. Но здесь корней нет. Вот основная масса корней, вот выведена здесь, передний уровень. Давайте я вам покручу, покажу, как я их заправила. Так. И на вот эту кору я положила мох. Вот так я буду содержать эту орхидею во время цветения. Почему не хочу пересаживать? Ладно, был бы один цветонос. На этой орхидее показываю вам. А, кстати, заложив вот сейчас корой и немножко мха на поверхности, вот, воздушную, как бы, немножечко я сорганизовала, я буду делать при поливе, наливать воду в тот горшок и буду опрыскивать поверхность вот этих компонентов, которые касаются корней. Я вам показываю, что на этой орхидее два цветоноса. Поэтому я ее не отважилась пересаживать. Ну и тем более она сейчас у меня второй раз грохнулась. Я выругалась в голос и сказала, так, все, пересаживаемся. Посмотрите, какая красота. Я такой божественной орхидеи нигде не видела. Как хорошо, что она у меня есть. Вот, девчонки и мужчины, правду вам говорю, сколько у меня орхидеи, вы знаете, да, что 500 плюс. Но когда цветет эта орхидея, это еще то зрелище. У нее очень красивой формы цветочек. Голубушка моя. Красивая. Форма цветочка. Посмотрите, какая у нее правильная. Практически такая вот окружность. Дальше губка очень акцентированная. И тоже такой очень аккуратной, правильной формы. Видите, какие створки благородные, имеющие краешки неонового оттенка. А основной центр покрыт ярко-красным цветом. И вот эти вот желтые лучики, исходящие из центра. Ой, какая же она красивая. Название ее я вам показала. Спасибо большое девчонке это название. Как вот первое цветение у нее домашнее настало, мне сразу прислали ее название. Вот. Поэтому я, конечно, бесконечно рада тому, что эта орхидея находится у меня в коллекции, живет. Цветет. Как цветет эта орхидея? Она цветет длительное время, может держать бутоны распущенными на цветоносе где-то 4,5-5 месяцев, иногда побольше. Доращивает кончик. Это делает она очень охотливо. Вот у нее один цветонос получил распуск. И здесь у нас, слава Богу, без потери после сегодняшнего падения, второй цветоносик. Орхидея частенько дает мутацию. Вот сейчас вы видите мутацию второго цветочка распущенного. Она иногда хочет собраться в пучок боковыми своими лепестками и стать бабочкой. Как вот в этом случае. Немножко-немножко что-то есть похожее. Из раза в раз она цветет именно так. Каждый цветочек, вновь распускающийся, никогда не повторяет по внешнему виду предыдущие цветы. То есть каждый цветочек на цветоносе этой орхидеи индивидуальные. Девчонки, ну вот смотрите. Я люблю вот так вот размещать растения, если это не позволяет ситуации. Даже листья не протираю. Я уже боюсь ее трогать. Ну все, она сейчас стоит. Смотрите, я вот даже при желании завалить ее, я ее завалить не могу. Внизу декоративные камушки утяжеляют этот горшочек. Горшок имеет широкое основание. И поэтому сейчас точно эта орхидея не навернется. Ну а мы с вами будем ждать полного распуска цветоносов. Это бесконечно красивые орхидейки. И потом уже я вам покажу, как это будет смотреться в объеме. И я вас уверяю, она вас восхитит. И вы будете искать эту орхидею себе в коллекцию. Несмотря на свою редкость, орхидея очень легка в уходе. У меня с ней не было никаких проблем. Даже вот неестественным образом выжелтевающие листочки вот здесь, в этой области, они меня совершенно не пугали. Потому что на этой орхидее вот предыдущие листики, которые ниже там были, они точно так же сбрасывались орхидеюшкой. И я уже, вы знаете, даже внимания не обращаю. Единственное, что я делаю, когда я вижу, что листочек отсыхает на стволике этой орхидеи, я снимаю сухие чешуйки, жду, когда высохнет весь лист, снимаю сухие чешуйки и стволик этой орхидеи я каждый раз покрываю неразбавленным фитоловином. Здесь вот видно, что никаких других красящих препаратов на стволике этой орхидеи я не использовала. Фитоловин хорошо заходит у этой орхидеи. Она прекрасно реагирует и всё у неё замечательно. Посмотрите, какая тыльная сторона цветочка. И вот ещё, что хочется заметить. Орхидея, она вот, когда на неё не направлена индивидуальная подсветка, сейчас вы её видите, как будто имеет матовую, бархатную текстуру. А вот сейчас я вам включу подсветку и вы увидите, насколько эта орхидея выглядит восхитительно под индивидуальной подсветкой. Ну как, восхищает! Вы посмотрите, какая она блескучая, как будто миллионы сахаринок или бриллиантиков покрывают кристалликов, покрывают лепесточки этой орхидеи. Вы видите, какая она красивая? Ой, боже, я её просто обожаю! Вот когда она цветёт, вы знаете, я, наверное, ни одну орхидею не жду так в цветении, как вот эту. Ещё одно слово, вы знаете, вот как-то в голову вошло. Ладненькая! Вот такая прямо она со всех сторон ладненькая, правильная, имеет очень приятный внешний вид, оттенок, цветонаполнения ома помрачительная. На фоне моего голоса вы, наверное, слышите, что у нас воет так сильно ветер, что невозможно, невозможно! Поэтому сегодня видео будет сопровождаться порывами ветра. Сегодня по АЧС передали 25 метров в секунду. Я вам могу сказать, что это серьёзный ветер с определенными последствиями может быть. ещё, что я вам сегодня хотела показать. Заказала вот такие препараты. Заказала, по-моему, то ли на Валберис, то ли на Озоне. Девчонки, сейчас уже не помню. Вот. Вот этот стимулятор роста, он подходит для всех этапов роста растения. То есть, вегетация, цветение, плодоношение, для всего это подходит. штучка и вещичка. Мне её порекомендовали ВКонтакте, девчонки. Девушка написала, говорит, Ирин, посмотрите, очень понравился вот этот вот препаратик. Поэтому заказала, мне как раз ссылочку в личку прислали, заказала, буду тестить. И купила на лесоторговой, поехала. Купила вот такое дело. Вот, смотрите, триходерма вериды. У меня есть триходерма хорцианом в большом объёме. Я вам её показывала. Она вот она стоит. Я тут сейчас ею постоянно все свои растения поливаю. Кстати, профилактику делаю всей-всей коллекции. Именно триходерма хорцианом в грунт. А вот это, ну, тоже буду куда-то в грунт давать. По листикам можно обрабатывать, можно опрыскивать этой вот формой триходермы. Можно в грунт давать, поливать. Поэтому, короче, закупилась разными видами триходерм. Буду профилактировать растения от болезней. Ну, как вам? Ну, хороша, бесподобная. Сейчас я уже ставлю на стеллаж. Всё, хватит её тискать. А то, не дай бог, бутончики скинет. Всё. Мы на месте. Ну, я вам могу сказать, потерять бутон такой красивой орхидеи. Это невосполнимая утрата. Надеюсь, она продолжит рост кончика, откуда бутон отвалился, и даст мне прибавку по бутонам. Очень хочу. Очень. Ну, а здесь верхний уровень. Сейчас я вам просто покажу в полном распуске орхидея Diamond Dream бриллиант мечты. Орхидеюшку, которую я спасала. чёрная гниль ствола. Восстанавливала не быстро я её, потому что процесс был очень глубокий. Пришлось делать глубокий срез, лечить несколько раз. и потом вместо среза и бывшего инфицирования мне пришлось на этой орхидее удалять, как бы омолаживая растение, отсекать испорченную часть ствола. И только потом, как орхидея лишилась именно того неблагонадёжного участка на себе, она сразу начала хорошо расти и зацвела. Вот такая красивая орхидея бриллиант мечты Diamond Dream дала две боковые почки. В этом году новым цветоносом она не приросла, но она разбудила две боковые почки на своём укороченном цветоносе. летней давности летом у неё был цветонос новый выход. И потом вот так вот сейчас на ней шесть цветочков, но сейчас подождите, проснётся в раз. Вот распустила, как только она распускает все созданные бутоны, она сразу начинает растить кончик существующих цветоносов. Надеюсь, прирастёт побольше она цветами, потом я вам покажу их. Ну, хороша, да? Ой, боже, вот этот плотный центр и кружевная прорисовка крупного канта по краю лепестков. Это очень красиво. Ну, тут рядышком новый цветонос на крессе. Вот такая орхидеюшка. После пересадки как-то... А, вот что было, вспомнила. Эта орхидея была мной пересажена в закрытую систему. Как только я её пересадила, она дала шикарный цветонос, такой толстый, такой красивый. И когда я пересаживала растение, а столик стоял рядом с этой орхидеей, что-то у меня со стола свалилось. И прямо на цветонос этой орхидеи отвалился он, там осталось буквально два нижних сегмента. Ну, и всё. С тех пор этот цветонос, её цветение, она на меня обиделась, наверное, года на полтора. Она вообще не цвела. Ну, потом вот сейчас вспомнила, что всё-таки она орхидея, и пора зацвести бы уже, а то хозяйка негодует. Уже прощение вымолила я у неё. Наконец-то вот такой красивый цветочек. Ну, что сказать, пока обычно у неё плотнее. Вот эта крапчатая структура на лепестках обычно плотнее. Посмотрим, что будет дальше. потом, после распуска цветоноса, я вам покажу эту орхидею. Ну, и давайте сегодня видео закончим всё-таки на бриллианте мечты. Сегодня я вам могу сказать, что прям такие эксклюзивчики, изюмчики вам показала. Орхидеи красивые. Они невероятно украшают коллекцию. Что я вам хочу сказать? Вы знаете, вот давно известные сорта, которые у меня есть в коллекции, достигнув определённого возраста, цветут бесподобно. Цветут изысканно, цветут неповторимо, множеством цветоносов. Это вся та старая гвардия, которая не устает меня и вас восхищать. Потому, что, когда я вам показываю обзоры, ну, казалось бы, давно известных орхидеи орхидеи фаленопсисов, но, когда они цветут дома, и когда на них куча цветоносов, ты понимаешь, что никакое оранжерейное цветение никогда не переплюнет домашнего цветения орхидеи фаленопсисов, даже известных сортов. Ну, все, желаю вам здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока-пока! Сейчас я в букет соберу их. Не переживайте. До новых встреч! Я знаю, что есть еще бриллиант мечты бабочка. Она, конечно, восхитительна. Вот, знаете, это та единственная бабочка, наверное, именно та мутация, которая мне очень нравится именно у Даймонд Дрима, у бриллианта мечты. Что-то прям вспомнилось. Смотрю на эти цветы и вижу, как цветет бабочка. Даймонд Дрима Войны Продолжение следует...